Мне нравится проверить эту поговорку. Надо сказать, что и Даниилу были блестящие в ее опровержении. И самый яркий пример, безусловно, это Джордж Форман, который после двадцатилетнего перерыва вернулся на ринг, завоевал чемпионский титул в 44 года. 21 килограмм, профессиональный рекорд, 31 побед. 30 побед, включая 23 нокаута. Только одна победа, тренинг и битвы от Лас-Вегас, Невада. 30 побед, одно поражение, 23 поединка. Закончил нокаут. Это Сэмюэл Питер по прозвищу нигерийский кошмар. Вписок Виталия Кличко. Вкратце о бойцах. Питер, боксер, крайне опасный. Сэмюэл Питер! Сэмюэл Питер! Он завоевал, совсем недавно победив Олега Москаева. Победив нокаутом. Питером очень убедительно продемонстрировано, насколько опасно хотя бы на лишнюю секунду застаиваться с самым Питером. На его стороне в этом бою. Молодость и огромный гол. Отличный левый трюк. Встречный проводит Гличко. И затем встречный правый кросс. Питер пошатнулся. В свою очередь очень важные козыры. Хорошо сейчас проводят опережение комбинации Виталий и превосходный апперкот. Он проходит точно. Итак, вы видите сами, какова разница в росте. Виталий намногое. Превышает 2 метра. 2 метра и 1 сантиметр. Главное другое. В первую очередь это опыт. Виталий – боксер. Очень искушенный. Это, безусловно, характер. Ну и наконец, у Виталия такое важное качество, как нестандартная техника, или в шутку называют корявыми. С Виталием очень трудное дело в ринге. Вы видите сами, в какой физической и спортивной форме он находится в данный момент. Дело в том, что четырехлетний перерыв, да еще выход сразу на чемпион разогревочных поединков с Виталией гораздо быстрее в ударах, чем на ногах. Он только внешне кажется таким увольным. Артиллерия у него совершенно пушечная. Заставиваться назад. Конечно, мы так же... Превосходная комбинация Виталия. Превосходная. Пока что на ногах. У него лучше позиционная четвертая. Не удаться завершить бой досрочно. Все 12 раунда. Пока что... Но очень важно помнить, что на и союзники это ноги и голова. И вот сейчас... Дома застоялся. И на скачке... По-моему, первый раз за скачки. И поэтому самое трудное и самое опасное пока что впереди. И об этом тоже необходимо помнить. В мэре Киева. Это же не было поступком. Было искреннее желание. Когда я беседовал с ним на эту тему. Значит, и необходимость... Помочь родному городу, родной стране. И вот здесь есть очень такой важный момент. Его ответа я понял одно. Для него это дело в принципе. Причем ему пришлось перетерпеть тяжелейшее операцию. Здесь вот он превосходный. Идет только третий раунд. Это нужно ему для того, чтобы внушить сопернику неуверенность в эффективности его удара. В эффективности его действия. Вот, посмотри. Вообще говоря, Виталий Кличко отличается тем, что он умеет и готов. Пока что чувствует себя в безопасности. Которая не расставила в тупике его соперника. Смотрите, левая рука болтается. Конечно, за всю его карьеру никому не удавалось поймать Виталия ударом в туловище. Но пока что еще прекрасно сейчас. Ну, а удары, вы сами видите, они летят из непонятных положений. Удары очень жесткие. Существует такое опасение. Руки совершенно опущены. Вот, посмотрите, как бросил Виталий не успеет уйти. Качественно. Когда у них, казалось бы, совершенно нету сил. Вновь хороший правый кросс. Ну вот, четыре успешных, я бы сказал, раунда для Виталия Кличко. Он начал уже закрываться. И хорошая сейчас была комбинация. Только не зарываться сейчас. Не зарываться. Да, вот это постоянная, назойливая работа, полуснизу. Затем, все это пока что выглядит как игра. К тому сценарию, который Виталий Кличко... Виталий Кличко, когда объявил из профессионального бокса, сохранил за собой. Как я уже говорил, в бою, в его действиях. Но не будем забывать. Может, перевалим Кличко на удар. Хитрый фокус. Для Виталия Кличко необходимо выполнять эту задачу. А то и на правый кросс. Проиграл младшему брату Виталию, Владимиру Кличко. Такой, в котором Владимир доказал, что у него есть характер. Властном решении всех судей одержал победу. Сейчас рискованно действовал Виталий, пытаясь встретить апперкотом своего соперника. Довольно много было попаданий. Питер грамотно амортизирует удары. А вот сейчас был действительно жесткий удар. Опять высоко. И нужно продолжать в том же духе. Хорошо смещается сейчас Виталий. Вот эти постоянные смещения. Еще один жесткий. Правый прямой. Как мы знаем, главное, чтобы находиться максимально близко к БКУ. И при этом оставаться. Он находится рядом. Почти. Практически не пропускает удары. Отнимают силы у соперника. И вот мы видим, как тяжело возвращается. Вот. Жесткий правый кросс. Который начинал работать с братьевым Кличко. Угол самого битого продолжения боя. Что именно произошло. Возможно, сам сам решил, что нету у него больше, нету больше шансов выиграть этот поединок. Который, которым ни единого шанса не оставил Виталий. Отношения. Кто только не был чемпионом мира. Только что на наших глазах Виталий Кличко. На. Не будет.